Мы всю жизнь пользуемся своим мозгом, который обрабатывает очень много информации. Все наши переживания, эмоции, суждения и взгляды сформированы благодаря нашему жизненному опыту. Это и делает каждого человека уникальным не только в плане внешности, но и в плане интеллекта и мышления. Однако, существуют и некоторые встроенные искажения, которые сильно влияют на восприятие мира в целом. Ученые дали этому явлению название «когнитивное искажение». Это систематические отклонения в поведении, восприятие, и мышлении человека, которое обусловлено субъективными убеждениями и стереотипами. Это ошибки, из-за которых множество людей заблуждается в чем-то и приходит к ошибочным выводам. Вообще, мы имеем свое отношение к миру, к происходящему. У нас самое первое, что происходит в предприятии, это наши установки на основе наших потребностей. Поэтому у нас есть иллюзии, у нас есть свои представления. Самые первые они рождаются. И поэтому человек, он в самом начале субъективен. Потому что он воспринимает мир на основании своих установок, своих потребностей. И лишь потом в взаимодействии с миром у него происходит уже трансформация этих субъективных представлений. И объективность, она появляется в процессе практики и в процессе изучения научных познаний, познавательного процесса и так далее. Как же человек приходит к такому мышлению? Ученые это объясняют встроенной особенностью мозга. Ему легче воспринимать то, что уже понятно, а остальное попросту выбрасывать из памяти. Также появление когнитивных искажений связывается с переизбытком информации, которой в наше время стало слишком много. Наш мозг перестает строить логические цепочки, а просто строит выводы на основе уже готового мнения. Психологи отмечают, что это опасно как для самого человека, так и для окружающих. Когнитивные искажения оказывают негативное влияние на нашу жизнь, мешают нам строить отношения с людьми, создают препятствия на пути к высоким достижениям в разных областях науки. Можно ли как-то справиться с субъективным восприятием мира? Это прежде всего практика, анализ, определенное получение информации, достоверной, и только потом же принятие решений. А как бороться с субъективизм? Ну, самое первое, надо бороться со своими эмоциональными состояниями, со своей тревожностью, со своими страстями, со своими состояниями, которые мешают объективному восприятию. А если у нас есть какое-то восприятие, и в нем что-то мешает, то мешает только субъективное восприятие. Иных помех и нет. Наши мнения, мысли и чувства формируются всю жизнь. Когнитивные искажения опасны для мыслительной активности человека. Чтобы этого не допустить, нужно сформировать свое мнение на основе фактов и подтвержденной информации. Анализируйте и проверяйте свои знания. Это сделает вашу жизнь лучше, продуктивнее и безопаснее. Николай Суховский, Фарид Захитоглы, Универньюс.